Судьи, глава восьмая. И сказали ему ефремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадинитянами? И сильно ссорились с ним. Едион отвечал им, сделал ли я что такое, как вы ныне? Не счастливый ли Ефрем добирал виноград, нежели авиазер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадиамских Ари-Ва и Зивы, и что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Едион к Иордану, и перешел сам и триста человек, бывших с ним. Они были утомлены и голодны, преследуя врагов. И сказал он жителям Сахофа, дайте хлеба народу, который идет за мною. Они утомились, а я преследую Зивея и Салмана, царей мадиамских. Князья Сахофа сказали, а разве руки Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему давать хлеб? И сказал Едион, за это, когда предаст Господь Зивея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками. Оттуда пошел он в Пенуэл, и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэла ответили ему тоже, что отвечали жители Сахофа. Он сказал жителям Пенуэла, когда я возвращусь в мире, разрушу башню сию. Зивей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч. Все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Едион пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Иогбеги, и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зивей и Салман побежали. Он поглазил за ними и схватил обоих царей Мадиамских, Зивей и Салмана, и весь стан пришел в замешательство. И возвратился Едион, сын Иоаса, с войны от возвышенности Хереса. И захотел юношу и жители Сахофа, и выспросил у него. И он написал ему, князей и старейшин Сахофских, 77 человек. И пришел он к жителям Сахофским и сказал, вот Зивей и Салман, за которых вы посмеялись надо мной, говоря, разве рука Зивей и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим? И взял старейшин города и терновник пустынной, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сахофа, и башню Пиноэльскую разрушил, и перебил жителей города. И сказал Зивею и Салману, каковы были те, которые вы убили, которых на фаворе? Они сказали, они были такие, как ты. Каждый имел вид сынов царских. Где он сказал, это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь, если бы вы оставили их живых, я не убил бы вас. И сказал Еферу, первенцу своему, встань, убей их. Но Южа не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказали Зивею и Салману, встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его. И встал Гедеон и убил Зивею и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдовьих. И сказали израильтяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки, мадинитян. Гедеон сказал им, ни я не буду владеть вами, ни сын мой не будет владеть вами. Господь довладеет вами. И сказал им Гедеон, прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятеля много бы золотых серек. Потому что они были израильтяне. Они сказали дадим, и разослали одежду, и бросили туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых стиклей. Кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских. И кроме золотых цепочек, которые были на шее верблюдовьих. Из этого сделал Гедеон Ефот, и положил его в своем городе Вофри. И стали все изжиритяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гедеону и всему дому его. Так смирились мадинитяне перед сынами Израиля. И не стали уже поднимать голову своей. И покоилась земля сорок лет во дни Гедеона. И пошел Яроваал, сын Иасов, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших отчересал его, потому что у него было много жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иасов, в глубокой старости, погребен во гробе отца своего, Иаса, в Офри Авейзеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилева опять стали блудно ходить вслед Ваалов. И поставили себе богов Ваал Верифа, богом. И не вспомнили сыны Израилевы, Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. Идому Иераваалову, или Гедеонову. Не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Судей, глава 9. Авимелех, сын Иераваалов, пошел в Сихем к братьям матери свои, и говорил им, и всему племени отца матери своей, и сказал, «Внушите всем жителям Сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все семьдесят сынов Иеравааловых, или чтобы владел один. И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери овнушили о нем все сии слова жителям Сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, «Он брат наш». И дали ему семьдесят стихли серебра из дома Ваал Верифа. Авимелех нанял наоны праздных и своевольных людей, которые пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру, и убил братьев своих семьдесят сынов Иеравааловых на одном камне. Остался только Яфам, младший сын Иераваалов, потому что скрылся. И собрались все жители Сихемские, и весь дом мило, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Яфаму, он пошел и стал на вершине горы Зима. И возвысив голос свой, кричал и говорил им, «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Пошли некогда дерева помазать над собой царя, и сказали маслине, «Царствуй над нами». Маслина сказала им, «Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева смоковницы, «Иди ты, царствуй над нами». Смоковница сказала им, «Оставлю я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева виноградной лозе, «Иди ты, царствуй над нами». Виноградная лоза сказала им, «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все дерева терновнику, «Иди ты, царствуй над нами». Терновник сказал деревам, «Если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авмелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иераваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, недорожил жизнью своею и избавил вас от руки маодиан. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили семьдесят сынов отца моего на одном камне, и поставили царем над жителями сихемскими Авмелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иераваалом и домом его, то да будет на вас благословение, и радуйтесь об Авмелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да изыдет огонь от Авмелеха, и да пожжет жителей сихемских и весь дом Милло, и да изыдет огонь от жителей сихемских и от дома Милло, и да пожжет Авмелеха. И побежал Яфам, и убежал, и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авмелеха. Авмелех же царствовал над Израилем три года, и послал Бог злого духа между Авмелехом и между жителями сихема. И не стали покоряться жители сихемские Авмелеху, дабы таким образом совершилось мщение за семьдесят сынов Иераваловых, и кровь их обратилась на Авмелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепляли руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого, проходящего мимо их по дороге. А всем донесено было Авмелеху. Пришел же Игаал, сын Еведов, с братьями своими в сихем, и ходили они по сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авмелеха. Гаал, сын Еведов, говорил, кто Авмелех и что сихем, чтобы нам служить ему. Не сын ли он Еровалов, и не зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца сихемова. А ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авмелеха. И сказано было Авмелеху, умножь войско твое и выходи. Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авмелеху, чтобы сказать, «Вот, Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью ты и народ, находящийся с тобой, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, которые у него выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя». И встал ночью Авмелех и весь народ, находившийся с ним. И поставили в засаду у сихема четыре отряда. Поутру Гаал, сын Еведов, вышел и встал у ворот городских. И встал Авмелех и народ, бывший с ним из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу, «Вот, народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему, «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал, «Вот, народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба мя ним». И сказал ему Зевул, «Где уста твои, которые говорили? Кто Авмелех, чтобы мы стали служить ему?» «Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей сихемских и сразился с Авмелехом. И погнался за ним Авмелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авмелех в Аруме, а Гаала и братья его из Зевул выгнал, чтобы они не жили в сихеме. На другой день вышел народ в поле, и донесли Асем Авмелеху. Он взял свой народ и разделил его на три отряда и поставил в засаду в поле. И увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авмелеха отряды, бывшие с ним, приступали и стали у ворот городских, другие два отряда напали на всех, бывших в поле, и убивали их. И сражался Авмелех с городом весь тот день, и взял город, и побил город, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Баал-Верифа. Авмелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авмелех на гору Селмон, сам и весь народ, бывший с ним. И взял Авмелех топоры с собой, и нарубил сущих древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу бывшего с ним, «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сущих, и пошли за Авмелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем. И умерли все бывшие в башне Сихемской, около тысячи мужчин и женщин. Потом пошел Авмелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. «Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авмелех пришел к башне, и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Когда он увидел ее, тогда одна женщина бросила обломок жерного на голову Авмелеху и проломила ему череп. Авмелех тотчас призвал отрока оруженосца своего и сказал ему, «Обнажи меч твой, умертви меня, чтобы не сказали обо мне». Женщина убила его, и пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авмелех, пошли каждый в свое место. «Так воздал Бог Авмелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив семьдесят братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Яфама, сына Иераваалова». Судей. Глава 10. После Авмелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова из колена Иссахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля двадцать три года и умер и погребен в Шамире. После него восстал Яаир из Галаада и был судьей Израиля двадцать два года. У него было тридцать два сына, ездивших на тридцати двух молодых ослах, и тридцать два города было у них. Их до сего дня называют селениями Яаира, что в земле Галаадской. И умер Яаир и погребен в Камоне. Сыны Израилю продолжали делать злое пред очами Господа, и служили Ваалам, и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавицким, и богам Амманицким, и богам Филистимским. А Господа оставили и не служили ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года восемнадцать лет всех сынов Израиля по ту сторону Яардана, в земле Амморейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Яардан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином, и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне и аммореи, аммонитяне и филистимляне, и седоняне, и амморикитяне, и мавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их, а вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время. И сказали сыны Израилевы к Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и стали служить только Господу. И не потерпела душа его страдания Израилеву. Аммонитяне собрались и расположились с Таном в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали с Таном в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу, кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских. Судей, глава 11. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый, он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмущали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему, ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войной на Израиле. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов. И сказали Иефаю, приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами. Иефай сказал старейшинам галаадским, не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Старейшины галаадские сказали Иефаю, для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас военачальником всех жителей галаадских. И сказал Иефаю старейшинам галаадским, если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины галаадские сказали Иефаю, Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему. И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем. Иефай произнес все слова свои перед лицем Господа в массиве. И послал Иефаю послов к царю аммонитскому сказать, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Царь аммонитский сказал послам Иефаю, Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Явока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром, и я отступлю. И возвратились послы к Иефаю. Иефай в другой раз послал послов к царю аммонитскому сказать ему, так говорит Иефай, Израиль не взял земли моавицкой и земли аммонитской. Ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю и домскому сказать, позволь мне пройти землею твоей, но царь и домский не послушал. И к царю моавицкому он послал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел в пустыню, именовал землю и домскую, и землю моавицкую, и придя в восточному пределу земли моавицкой, расположился станом за Арноном, но не ходил в пределы моавицкие, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону царю амморейскому, царю и сивонскому. И сказал ему, Израиль, позволь мне пройти землею твоей в свое место. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой и расположился станом в Еватсе и сразился с Израилем. И предал Господь Бога Израиля Сигона и весь народ его в руки Израилю. И он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Явока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израиля выгнал Аморея от лица народа своего Израиля. А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш. Разве ты лучше Валаака, сына Сепфорова, царя Мавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Исивоне и в зависящих от него городах, и в Араере, и в зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я невиновен пред тобой, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь, судья, да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь Аммоницкий не послушал слова Ефая, с которыми он посылал к нему. И был на Ефае дух Господень, и прошел он Галаат и Монассию, и прошел массиву Галаатскую, и из массива Галаатской пошел к аммонитянам. И дал Ефае обет Господу и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие во всесожжение. И пришел Ефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим, от Араера до Менифа, двадцать городов и довель Керамима, смирились аммонитяне перед сынами Израилевыми. И пришел Ефай в массиву в дом своего, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами, она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в счисле нарушителей покоя моего, я отверз от тебя уста мои пред Господом, и не могу отречься. Она сказала ему, отец мой, ты отверз уста твои перед Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам. И сказал отцу своему, сделай мне только вот что, отпусти меня на два месяца, я пойду взойду на горы, и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал, пойди, и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обед свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычае у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Голодинитянина четыре дня в году. Судей. Глава двенадцатая. Ефремляне собрались и перешли в Севину. И сказали Иефаю, для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе. Иефай сказал им, я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою. И пошел на амонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною? И собрал Иефа и все жители Галатских и сразился с ефремлянами. И побили жители Галатских и ефремлян, говоря, вы беглецы Ефремовы, Галат же среди Ефрема и среди монастей. И перехватили Галатитяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из усилевших ефремлян говорил, позвольте мне переправиться, то жители Галатских говорили ему, не ефремлянен ли ты? Он говорил, нет. Они говорили ему, скажи, шиболет. А он говорил, сиболет. И не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Иефай был судьей Израиля 6 лет. И умер Иефай Галатитянин и погребен в одном из городов Галатских. После него был судьей Израиля Илевон и Сивон из Ефрема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. Отпустил он из дома в замужество. И 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих. И был судьей Израиля 7 лет. И умер Исивон и погребен в Ефреме. После него был судьей Израиля Елон за Вуланянин. И судил Израиля 10 лет. И умер Илон за Вуланянин и погребен в Вавилоне, в земле Завулоновой. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гилеля, пирофонянина. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гилеля, пирофонянин. И погребен в пирофоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. Судей, глава 13. Сыны Израилю продолжали делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Соры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его. Потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему, «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо младенец от самого чрева до своей смерти будет Назарей Божий. Маной помолился Господу и сказал, «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Манойя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле. И Манойя мужа ее не было с нею. Жена точно побежала и известила мужа своего, и сказала ему, «Вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женой своей, и пришел к тому человеку, и сказал ему, «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиной?» Ангел сказал, «Я». И сказал Маной, «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем, Симы, что делать с ним?» Ангел Господень сказал Манойю, «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню, «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Манойю, «Ходя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить все сожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню, «Как тебе имя?» Чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое. Ангел Господень сказал ему, «Что ты спрашиваешь об имени моем?» Оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни, и сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень, Маной и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей, «Верно, мы умрем, ибо видели Бога мы». Жена его сказала ему, «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжение и хлебное приношение, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего». «И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем, в стане данного между Цорою и Естаолом». Судей, глава 14. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину за черепилистимских, и она понравилась ему. Он пошел, объявил отцу своему и матери своей, и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину за черепилистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать еще его не знали, что это от Господа, и что он ищет случай отомстить филистимлянам. И в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам в Фимнафским, вот молодой лев рыкая идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у нее ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои, и пошел и ел дорогою. И когда пришел к осу своей, матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали тридцать брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон, загадаю я вам загадку, если вы отгадаете мне ее в семь дней, пира, и отгадаете верно, то я дам вам тридцать синдонов, и тридцать перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне тридцать синдонов, и тридцать перемен одежд. Они сказали ему, загадай загадку твою, послушаем. И сказал им, из едущего вышло еда мое, и из сильного вышло сладкое. И не могли отгадать загадки в три дня. В седьмой день сказали они жене Самсоновой, уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас? И плакала жена Самсоном перед ним, и говорила, ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее? Он сказал ей, отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю? И плакала перед ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его. А она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда, что сильнее льва. Он сказал им, если бы вы не орали на мои телицы, то не отгадали бы мои загадки. И сошел на него дух господень, и пошел он в Аскалон, и убил там тридцать человек, снял с них одежды, и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку. И воспывал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышел за брачного друга его, который был при нем другом. Судей, глава пятнадцатая. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женой своею, принеся с собой козленка. И когда сказал, войду к жене моей в спальню, отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее, я думал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот, меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее. Но Самсон сказал им, теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаем зло. И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую. И выжег, и копные, и нежатые хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне, кто это сделал? И сказали, Самсон, зять, фимиофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли филистимляне, и сожгли огнем ее, и дом отца ее. Самсон сказал им, хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Итама. И пошли филистимляне, и расположились станом Иудеи, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Иготама. И сказали Самсону, разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам? Он сказал им, как они со мной поступили, так и я поступил с ними. И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам. И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали ему, нет, мы только свяжем тебе и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками, и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен. И упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослинную челюсть, и протянул руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон, челюстью ослинную толпу, две толпы челюстью ослинной, убил я тысячу человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей, и назвал то место Ромефлехи, и почувствовал сильную жажду. И воздавал Господу, и сказал, «Ты садял рукою раба твоего в великое спасение сие, а теперь умру я от жажды, и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог Ямену в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему, источник взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьей Израиля в одни филистимлян 20 лет.